Депутаты Гомельского областного совета сегодня разглядели ход реализации державной программы «Белорусский лес». В якости приклада для ознайомления ситуации в Голине брали Лельшинский район. Об чем рассказали специалисты мясовых лесгасов, ведаются наши корреспонденты. Миновитый Лельшинский район члены постоянной комиссии областного совета депутатов по промысловости, будовнествии, транспорте, сувязей и жилево-коммунальных господарств приехали не выпадково. Это район самый лесистый на Гомельшине. Зеленые насаджения займают амаль 70% его территории. А это значит, что и успехи, и проблемы Голины тут бачные наибольшь явно. Выездное посаджение начинается зазнайомление с работы по леса одновлении. В 2018 году только на территории Лельшинского лесгаса высекли больше как 1000 гектаров насаджения, пошкодженных караедом. Все лета до их дадалось еще около 900 гектаров. Теперь необходимо вырошивать саженцы и выправлять ситуацию. Для минимизации затрат вырошили посадочным материалом займаться самостойно, а не набывать его у инших лесгасах, как работали ранее. Все равно же мы заготавливаем лесосеменное сырье, шишки собираем, потом отправляем их в шишки сушилки сушить. И семена у нас все равно есть свои. И просто самим выращивать, чем приобретать в кого-то. Для депутатов областного совета это не просто мониторинг ситуации. По выниках выездных посаджений ускладаются спровоздачи, які накеровываются у Галиновой и Министерства и Концерны. А тому увага звертается на все. Хоть головная все-таки экономичная складающая господарча деянности. Для Лельшинского района с учетом удаленности и возможностей транспортной, то, конечно, самый проблемный вопрос это строительство железной дороги, доступность. Потому что надо учитывать дополнительный источник затрат в части транспортировки. Еще один накерунок деянности лесгасов, який у опошний час набывает все больше значные масштабы, выращивание древ и кустов для зеленения населенных пунктов. У Милошевицкого лесгаса его перспективность оценили напевно одним из первых на Гомельшине. Эту аллею депутаты Лельшинского районного совета высадили весной из местного материала. Хоть только населенными пунктами одного района лесники не обмежевываются, древы для зеленения селеты закупали навод Гомельшане. Это позволяет повеличить доходы и, как выник, зарплаты работающих. На протяжении многих лет выращиваем саженцы для зеленения прочих организаций, городов. Что могу сказать? Вот в этом году реализация по зеленению составила у нас 6 150 штук, в денежном эквиваленте 39 тысяч. Среди охудшенных объективных проблем Галины великие объемы низкоякосной драунины, якую нельга выкорыстовывать у промысловых метах. Что ты же салеческого района, тут ситуация темболь складанная, что на этой территории поколь нема котельняв на мясовых видах палева. Хоть и и они, проблему Кончаткова усе ровно не вырешать. У областным лесогасподаршим объединений агучуют планы по будовнестві новых и модернизаций дзеющих вытворчастев, что дозволить выраблять продукцию на экспорт. У першую шагу размова – пропалевные пилеты. На цехах деревообработки примерно более 50% уходят на экспорт. Сейчас мы занимаемся активно строительством пилетных заводов, которые смогут вовлечь опилки, отходы, низкосортную древесину в экспортную топливную гранулу, которая будет 100% экспортироваться на экспорт. Поэтому здесь мы очень огромное внимание уделяем направлению экспорта. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макенка, телерадиокампания «Гомель», Лилишицкий район.